дмитрий вот опять тот же вопрос по которому вы мне там отвечали что я не с того ракурса фотографирую либо еще что-то значит поскольку вы в теме долго объяснять не буду 36 миллиметров стенка задняя выровнена практически по краю может быть там четверть миллиметра есть здесь у нас щель при стыковании сейчас миллиметр полтора здесь у нас я выставил вплотную то есть где-то миллиметра 4 то есть у нас левая стенка сейчас одна половина стоит вплотную заподлицо с одной стойкой вертикальной а это не вплотную просто потому что она сдвинута влево чтобы показать что вот этот размер у нас вырез 36 миллиметров но она же так не будет стоять она у нас будет стоять четко сдвинута на два миллиметра по задумке но это и правильно в свою очередь что у нас получается у нас получается вот эта щель о которой я говорил дима на около четырех миллиметров это щель что здесь что здесь что здесь именно об этом я и говорил вот если мы поставим линейку и выровняем 4 миллиметра 3 4 миллиметра вырез очень большой он должен быть 32 33 миллиметра не больше вот мы ставим линейку параллельно плоскости краба и видим щель я ее не гнуя себя я буду гнуть специально то вот какое расстояние будет могу подвинуть угольник чтобы было видно что я не занимаюсь махлевания вот мы вставляем тонкую линейку и видим какая щель то есть вот эти вот на вот эти три миллиметра этот вырез должен быть меньше может быть я что-то неправильно думаю вы мне объясните но задняя стенка по правильной вашей технической задумке но не именно вашей вы ориентируетесь на мировые стандарты она правильно стоит что здесь зазор у нас что с той стороны зазор здесь небольшой зазор на соединительную планку и в итоге у нас получается эта щель все демагогию разводить больше не буду для замеров использована вот эта линейка я думаю она врать не будет и вот этот угольник его очень большой класс точности поэтому ему доверять можно сотые десятые он не ловит но миллиметра нам вполне нас вполне устраивают спасибо